В четверг, 23 сентября, во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с министром науки и высшего образования России Валерием Фольковым, два государства приняли решение подготовить новое межправительственное двустороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В рамках этих договоренностей была поставлена цель сформировать единую стратегию развития СМИ союзного государства России и Беларуси. Обязательный акцент был сделан на том, что разобрать ее необходимо с учетом современных тенденций распространения информации. Именно такую мысль выдвинул председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, председатель комиссии парламентского собрания Союза России и Беларуси по информполитике Геннадий Давыдько. В четверг также состоялось заседание комиссии парламентского собрания по информполитике. Как выяснил председатель комитета парламентской ассамблеи по информационной политике, необходимость разработки новой стратегии продиктована изменениями в информационном обществе и пространстве России и Беларуси. Он также отметил, что все больше в жизни современного человека участвуют интернет-ресурсы и социальные сети. Именно они формируют общественное сознание. Давыдько добавил, что в перспективе стоит задача в том числе перераспределения финансовых средств в сторону определенных сегментов отечественного информационного влияния. В свою очередь, другие члены комиссии придерживаются мнения, что агрессия со стороны противников возрастает и сегодня идут ментальные войны и борьба за умы. При этом интернет постепенно превращается в информационное оружие, гибридные войны на повестке дня. Это еще больше подтверждает важность разработки единой информационной стратегии союзного государства. Кроме того, в ходе встречи обсуждались также вопросы реализации научно-технических программ союзного государства, которые соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства. Речь идет о современных проектах в области космоса, медицины и биотехнологий, информационных и коммуникационных технологий, новых материалов и оборудования. Напомним, что Высший государственный совет союзного государства состоится 4 ноября, в День народного единства России. Президент Александр Лукашенко отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы союзного государства. Как известно, накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут дошлифованы и приняты правительством обеих стран.